Добрый день. Всем здравствуйте. Рад вас всех видеть. Захотелось, ну как-то осознал всю презентацию, прогнав ее несколько раз за последние два дня, захотелось пошутить. Заходит Googlebot на сайт и понимает, что он собран на Boost 15.5. Итак, в этой презентации я расскажу о том, что было сделано в модуле инфоблоков 15.5. Были выпущены практически все компоненты, были так или иначе затронуты модули инфоблоков, многие из которых очень давно не выходили в обновление. Большая работа была проделана по SEO, ну и в том числе мы подумали очень много еще о разработчиках, появились прекрасные, хорошие, полезные для вас методы. О них я не скажу ни слова. Смотрите исходный код компонентов, восстанавливайте обновления, разбирайтесь, как это работает. Центральной частью сайта является компонент каталога. Как правило, у нас решение стандартной поставки идет на комплексном компоненте, но его использование имеет свои за и против. Из плюсов можно назвать, что все настраивается в одном единственном месте, то есть вы просто вызываете настройки этого компонента, какие-то галочки отметили, какие-то нет, тут же возникает минус. Поскольку этот компонент комплекс, он состоит из страничек с размещенными простыми компонентами, не все настройки вынесены в главные, естественно, иначе их было бы там слишком много. С другой стороны, есть неочевидные бывают связи, устанавливаются между компонентами в виде передачи фильтров через глобальные переменные, через какие-то связанные параметры должны принимать одинаковые значения для того, чтобы все это работало как единый организм, как единое целое. Все эти зависимости прописаны в комплексном компоненте уже в коде страниц. Об этом не нужно беспокоиться. Ну и адаптивная верстка уже готова будет, не надо будет на нее заморачиваться. Не могу сказать, что это самая тривиальная вещь в жизни, адаптивный дизайн. Итак, решили собрать все-таки каталог на своих компонентах. С чего начать вообще? Куда бежать и что делать? С самого начала, на первом этапе, планируется структура. То есть вы должны четко понимать, какие у вас будут страницы, какой функционал они будут себе нести. В примере, который я буду показывать, в видеодемонстрации, я запланировал создание каталога с тремя страничками. Это избранные товары, это главная страница, когда отображается. Товары категории с умным фильтром и карточка товара с подробной информацией. Проще уже и некуда. В принципе, она довольно традиционная, эта структура. На втором этапе, после того, как вы спланировали эту структуру, нужно пойти в административную панель и настроить информационные блоки. На что здесь следует обратить внимание? Это наша спланированная структура должна найти прямое отражение в управлении ссылками. То есть вы должны прописать в настройках инфоблока соответствующие URL страницы раздела, детального просмотра. Ну и по желанию можете указать еще и новую SEO-фишку, канонический URL элемент. Настраиваем поля и свойства. И после создания уже инфоблока, когда вы пошли и сделали структуру разделов, необходимо в разделах настроить отображение полей умного фильтра. Ни в коем случае нельзя забывать про то, что доступ по умолчанию для всех пользователей при создании нового инфоблока запрещен. Нужно поставить чтение, иначе вы как разработчик, как администратор, все будете видеть прекрасно, а посетитель на сайте увидит доступ запрещен. Он не поймет, о чем речь. Важным компонентом во всей этой нашей теме является поддержка ЧПУ. ЧПУ считается важным. И до сих пор приходилось вручную создавать правила URL или в райта. Это была очень нетривиальная задача. Она требовала как минимум понимания принципов работы регулярных выражений, что не каждый может осилить. Теперь все это сводится к тому, что в параметрах компонента инфоблоков появился раздел управления адресами страниц. Вы отмечаете галочку «Включить поддержку ЧПУ». заполняете поле правила обработки. Оно заполняется так же, как по аналогии в настройках инфоблока редактирования ссылок. При этом необходимые управляющие элементы заполняются автоматически. После того, как вы нажали на «Сохранить» параметры компонента, автоматически вам ничего не нужно будет делать. Создаются правила обработки адресов. Здесь в условии это страшное регулярное выражение. Это скомпилировала система правила, компонент страниц. Раньше это надо было руками, вот эти вопросики написать? Да. Кто раньше писал это руками? Ну, а выбора не было. Ну, то есть. И хорошо, если писали через этот интерфейс, скорее всего, через блокнот. В итоге, после всех вот этих вот настроек компонента у нас получится, что по адресу каталог dresses.dress.spring.is выполнится страничка с размещенным компонентом и соответствующие будут симулированы get-параметры. Section code, элемент code, которые передадутся в компонент. Он сделает выборку и покажет нам чудесное платье. Дальше хочу продемонстрировать видео, как это, собственно, собирается. Все вообще совсем просто и несложно. Видео было снято со второго дубля. Совсем действительно ничего страшного. Переходим в режим правки. Открываем нашу страничку каталога, на которой лежит комплексный компонент. Запускаем редактор на редактирование. Компонент этот удаляем. Он стал нам не нужен. Мы берем теперь, начинаем кирпичики делать. Первая у нас страница – это топ элементов каталога, индексная. На ней выбираем информационный блок, указываем цены. Можете внимательно, конечно же, пролистать остальные важные настройки. В данном случае они не играют особой роли. Ну и получили какую-то страничку главную. Теперь создаем страничку раздела, на которой будут отображаться товары определенной категории какой-то. Снимаем галочку «Добавить пункт меню» обязательно, потому что это будет, получается, скрытая страница, она будет невидимая. Размещаем компонент элемента раздела. Здесь делаем все то же самое, что касается информационного блока цен. И делаем новую настройку. Включаем поддержку ЧПУ. Печатаем каталог. Выбираем код раздела. Заполнилось автоматическое поле, соответствующее управляющее. Сохраняем. Сейчас, в общем, там не будет никаких данных, потому что там ЧПУ нет. Но если мы перейдем в соответствующий через меню пункт, то у нас нарисуется платье. Все работает. Здесь я дальше демонстрирую, что, собственно, правило было создано. Вы, конечно, когда будете собирать каталог на компонентах, можете в эти правила даже не ходить, можете забыть вообще, что такой пункт у меня есть. И делаем третью страничку, на которой будет размещена информация об элементе каталога конкретно. Все повторяется. Мы размещаем простенький компонент, элемент детально. Выбираем инфоблок, цены, настраиваем правила управления адресами. И, собственно, все будет работать. Здесь свойства предложений. Я выделяю для того, чтобы все это как-то более симпатично выглядело в уличной части у нас в этом примере. Можно было чуть побыстрее здесь ускорить видео. Код раздела, код элемента. Эти настройки соответствуют настройкам в информационном блоке. Заполнились соответствующие поля. Тут необходимо снять эту галочку. Выводить название элемента, иначе она у нас продублируется. Ну, пишет элемент, не найден. Ну, потому что у нас в URL был просто элемент PHP, написан никаких параметров. Естественно, компонент не знает, что отобразить. Вот, рисует нам элемент детально. И правильно настроены правила ЧПУ. Теперь у нас в планах было разместить умный фильтр на странице с раздела. Мы его пока не сделали. Мы сейчас вернемся на страницу раздела, перейдем в режим редактирования. Дальше я здесь показываю элементы табличной верстки, чего вы не должны делать ни в коем случае, естественно. Ну, это просто для упрощения демонстрации. То есть я делаю табличку с пустыми бордюрами, задаю у ячейки стиль и размещаю. Справа элементы раздела, слева умный фильтр. Ну, смотрите, не перепутайте, потому что умный фильтр физически должен в тексте страницы располагаться выше компонента с элементами раздела. То есть даже если в верстке умный фильтр справа, то в тексте страницы он должен быть выше по коду, потому что именно он устанавливает те переменные, которые отвечают за фильтрацию. А это ЧПУ для умного фильтра? ЧПУ умного фильтра, да. Хочу обратить здесь внимание на строковые константы, которые ограничивают блок ЧПУ умного фильтра, SmartFilterPath. Для чего это сделано? Дело в том, что это регулярное выражение, оно не ограничено по жадности, и для того, чтобы оно не съело все другие страницы, необходимо ему указать рамки действия. Ну и можно посмотреть, что у нас ЧПУ работает, умный фильтр работает, и создалось правило. Здесь вот выражение регулярное немножко отличается от всех предыдущих. Вы рассмотрите это после того, как установите обновление и потестируете эти компоненты. Ну вот, собственно, все, что касается создания каталога. Вот так вот на видео за 4 минуты, а в реальной жизни за 8 минут можно сделать каталогик на простых компонентах. Ну вопросы чуть попозже, хорошо. Запомните, пожалуйста. На ЧПУ свет клином не сошелся. Кроме всего этого… А, ну да, собственно, обзорный слайд. Что нужно, какие действия предпринять, чтобы все это работало? Не буду на нем останавливаться. На ЧПУ свет клином не сошелся. В компонентах вышло очень много всяких разных штук. Поддержка обработки ссылок к компонентам по страничной навигации. Я думал, что Вадим Николаевич об этом расскажет. Сергей его зарубил. Но, может быть, я остановлюсь на этом чуть подробнее. Дело в том, что компонент по страничной навигации архитектурно ничего не знает о том окружении, в котором он работает. Какие параметры для компонента важны, какие нет. И поэтому все, что пользователь не наберет в строке браузера, в параметрах, то есть он там может набрать что угодно реально. Компонент по страничной навигации прописывает это в ссылке следующих страниц. Ссылка страница номер 2, страница номер 3, страница номер 4. Будет вот эту глупость, набранную пользователем, сохранять в кэш. Хуже того. И следующий посетитель, зашедший на сайт, если он кликнет на страницу номер 2 или 3, то он увидит те параметры, которые ему оставил предыдущий. Можно даже так, наверное, обмениваться сообщениями. Я не знаю. В главном модуле были внесены соответствующие изменения и в компоненты информационных блоков вообще тоже, где использована постраничная навигация. И теперь задаются строгие, перечисляются строгие правила для тех параметров, которые могут участвовать, собственно, в построении ссылок по страничной навигации. Ну, во-первых, сами компоненты автоматически пытаются их разрулить, в пределах, конечно, своих знаний об окружении. Во-вторых, вы можете этим управлять программно через традиционно глобальную переменную, которую можно указать. И будут взяты get-параметры именно только из этой переменной. Таким образом, мы избавляемся от спуффинга ссылок в компоненте постраничной навигации. Ну, в инфоблогах добавилось понятие основного раздела элемента и поддержка канонических ссылок. Вы все знаете, что привязка в инфоблогах к разделам множественная. То есть можно элемент привязать к нескольким разделам, используя клавишу control на клавиатуре и левую клавишу мышки. И до сих пор в рамках совместимости со всем уже старыми версиями Bittrex до 3.0 у элемента было такое поле iBlockSectionID. И оно до сих пор заполнялось минимальным ID-разделом, что очень многих не устраивало. Так вот, собственно, понятие основного раздела элемента и вносит дополнительный смысл в это поле. Теперь его значением может управлять контент-редактор. То есть когда вы в настройках инфоблока включаете галочку «Поддерживать основной раздел инфоблока», при случае множественной привязки элемента можно будет выбрать именно тот раздел, который будет прописан в это поле элемента. То есть все множественные привязки сохранятся, но одна из них станет самой главной. Но это вообще одна из тем, из-за которой SEO-специалисты постоянно ругались, требовали, чтобы никакого дублирования не происходило. Один элемент должен находиться только по одному адресу. Вот эти канонические ссылки, они решили эту задачу полностью. Ну вот да. И, собственно, вот введение такого понятия, как основной раздел привязки, и позволило решить канонические ссылки. То есть теперь, в каком бы разделе элемент не отображался, он всегда может указать атрибут на странице, каноническая ссылка, которая будет ссылаться на единое место. Таким образом, каталог избавляется от претензий по дубликатам страниц. Добавлена была настройка, тоже опять же через главный модуль, устанавливает заголок, время ответа, модификации страницы. Ну, сейчас устанавливается поле модификации элемента, но я, кажется, понял, что был не совсем прав в этом. То есть, видимо, надо будет доработать и дать возможность выбирать, что именно трактовать как модификацию элемента. Потому что если зашли в какую-то старую новость и в ней что-то поправили, то сейчас она повлияет на время модификации страницы, что, наверное, быть не должно, по идее. Смотря где. Да, мы порассуждаем над этим. И добавлена расширенная обработка 404. Ну, тут я написал на слайде с показом карты сайта. В реальности можно подключать любую страницу. По умолчанию, да, будет подключено 404 PHP из корня сайта. По умолчанию. Но вы можете указать произвольную совершенно страницу. Будет перезагружена рабочая область шаблона. Произойдет некая магия. Про поддержку чиповских компонентах только что мы подробно посмотрели и рассказали. Итак, сейчас будет видео, я попробую догадаться, про обработку 404 страницы. Ну, вот это тот же самый каталог, который я собрал только что, да. Как в нем настроить, собственно, такую вещь. Нет, это было не смешно только что. Это был вылет надежного офиса. Бета-версия. Офис для Мака. Да, это нужно слайд. Да, Олег. Мы будем надеяться, да. Опс. Нам дальше, наверное, да, чуть-чуть? Да. Нет, все. Заработало. То есть для этого наш вот этот вот каталог… Запусти видео. Видео пошло, говорят. Это другое видео. Нет, Максим, все нормально. Смотри, ты что-то в терминал перешел. Все окей. Это другое видео. А, не то? Да, все, запустили то. Для этого мы в нашем каталоге сейчас создадим еще одну страничку. Назовем ее с говорящим именем 404PHP. Хотя это и не принципиально. Наше платьишко. Создаем страницу 404. Открываем редактор. На этой страничке мы размещаем текст, компоненты. Ну, вот что вы хотите там. Можете разместить карту сайта. Можно написать какое-то красивое объявление. Разместить бонусный код, скидки. Я не знаю, что вы сделаете. Компонент по персонализации поставить. Да. Сергей очень просил продемонстрировать. Я не решился это делать. Потому что не имею большого опыта в размещении такого рода компонентов на странице. Да ладно. Ты просто сказал, что у меня закрытый сайт, никакой персонализации здесь не будет. Ну да. А может ты побоялся, что он праведу порекомендует тебе? Что-то обо мне расскажет. Да, что ты не знаешь. Логично. Ну вот у нас появилась страничка, на которой какой-то текст. Сожалеем, что такого товара нет. Выведен топ разделов. Ну, скорее всего, это будут или персонализированные товары, или избранные какие-то. Или по акции. И идем в настройки компонентов. И в компонентах детальных, и в компонентах разделов появилась такая настройка 404 ошибки. Мы пишем, установим статус 404, показ специальной страницы. И, собственно, указываем эту страницу. Каталог. Слэш 404.php. На этом все. Ну, то есть, заканчивается. Идем теперь в строку браузера. Потому что неправильную ссылку, иначе как, руками у нас не получить. Неправильных ссылок у нас, думаю, не должно быть на сайте в нормальном режиме. Ну и, собственно, мы видим. Ссылка неправильная. Отображается страница 404. Следующая видеодемонстрация. Это про заголовок last-modified. Покажу, как это тоже настраивается, как это работает. Повторюсь, что мне, конечно, очень жаль, что не получилось презентации кода добавить. Хотя, наверное, все-таки можно было бы. Итак, открываем раздел. Открываем раздел. Смотрим заголовки сервера. Здесь никакого last-modified нет. Всякие разные есть заголовки, кроме нужного для поисковых роботов. Идем в настройки компонента. Соответствующий ищем раздел, ищем параметр. Я очень оценил, очень удобный поиск. И вообще, вот этот диалог параметра компонентов, я думаю, что многие оценили. Какой он стал удобный и симпатичный. Запрашиваем сервер. Я здесь специально красненьким, подсветил в терминаре. Появился заголовок last-modified. 22 июня. 7 часов 28 минут. И если мы сейчас изменим любой из товаров, которые отображаются конкретно на этой странице, что-нибудь там мы на нем не обязательно сделаем, нажмем сохранить, то время модификации страницы изменится. Проверяем. Last-modified стало 24 июня 2015 года. Насколько я понимаю, это очень важно для поисковых роботов в первую очередь, потому что это позволяет им каким-то образом, какими-то алгоритмами оптимизировать индексацию сайта. Больше объем заиндексировать. Да. Они полюбят сайт больше. Ну вот, собственно, и все. Об инфоблоках, компонентах 15 минут. Пожалуйста, вопросы. Представляйтесь. Добрый день. Артур Нойман, компания 7 Pro. Хотел бы узнать. Вы сказали, вы сделали много для SEO, но слэш-каталог, слэш-раздел, слэш-название элемента, вот слэш-каталог очень часто просят убрать. Плюс еще там добавляется посередине слэш-фильтр. Когда страницы с фильтром пытаются продвигать, там, например, еще добавляя бренд или еще что-то, тоже слэш-фильтр будет добавлять лишнюю вложенность. И вот это прям совсем большая проблема. Спасибо. Спасибо. Ну, на эту тему можно поразмышлять, но дело в том, что… Есть помощь зала. Да. А, ну это не помощь зала. А ты вопрос хотел? Я добить еще. Нет, тогда подожди. Добить. Дело в том, что если вы пропишете правила ЧПУ, которые будут достаточно жадными покрывать весь сайт, то вам придется тогда все остальные страницы в настройках правил адресов прописывать полностью адреса. Потому что у вас каталог получится как бы жадный, он все накроет. Почему? Ну, во-первых, слэш-фильтр слэш не обязательно. Вы там можете написать тире, фильтр тире. Это не принципиально. Если вас беспокоит уровень вложен. Ну, то есть там можно написать любую букву, хотя бы одну, но строковую, не решетки. Не обязательно это будет слэш. Это может быть какой-то символ. Я не знаю, минус, подчеркивание, плюс. Что вам нравится? Ну, то есть ты имеешь в виду не просто дрессис, а там… Это должен быть какой-то строковый литерал, который ограничит жадность регулярного выражения. Так, ты так сложно ответил. Ну, надо переварить. Давай все-таки мы поговорим с коллегами и подумаем, как мы можем сделать так, чтобы мы такие штуки было легко реализовывать. Нет, у меня есть доступ к демоверсии на ноутбуке. Мы можем в перерыве подойти и попробовать там понастраивать. Да, давай. Без лишних уровней вложенности. Хорошо? Пожалуйста, вопрос. Максим, добрый день. Вопрос, наверное, наболевший у нас уже. Как нам быть, если мы делаем две версии магазина, русскую и английскую, и заполняем SEO-поля? На английском языке, например, нам нужно тоже получить, не только на русском. Можно ли это как-то будет сделать сайто-зависимо? А два разных инфоблока, два раздела, нет? Ну, то есть через свойства привязывать тогда, да? Привязка к секции дополнительная. Чтобы элементы были одни и те же. У меня же остатки одни и те же по ним. Из 1С они в один каталог попадают. Вообще многоязычные каталоги мы много раз обсуждали. Не так не получается обычно в жизни, что один и тот же товар с одним и тем же описанием и с одними и теми же остатками торгуют. Даже упаковка для него часто разная на разных языках. Описания разные на русском и на английском языке, соответственно. Так что у вас общее? Остаток? Остаток, цена, все правила работы с коррозиной. Цена для него одинаковая. Одинаковая, только в другой валюте. Да. Нет, она разная. Вы подгоняете цену. Она не просто там округление по курсу. Она какая-то красивая. Ну, у нас много советов с такой задачей, серьезно. У меня есть такое предложение. Вы, скорее всего, в описании в этом товаре вводите свойства типа HTML текст на разных языках, правильно? Да. Я советую вам посмотреть на пользовательские поля инфоблоков, пользовательские типы свойств инфоблоков и добавить такое поле, как вычисляемое. Дело в том, что эти SEO-свойства, они вычисляются там буквально на паре строчек кода. И вы сможете завести такое у себя свойство. В его настройках в качестве дефолтного значения прописывать SEO-выражение. А в интерфейсе вы, соответственно, будете, ну, правда, после того, как вы нажмете «Применить» и в обработчике событий перед сохранением, вы можете рассчитать в пару строчек кода эти SEO-значения и сохранить соответствующее языкозависимое свойство. Хорошо. И малюсенький, наболевший вопрос. Почему мы не сразу ставим чтение как дефолтный доступ для всех пользователей? Давно пора, мне кажется. Ну, дело в том, что инфоблоки используются не только для каталогов и не только для новостей. Это довольно универсальная сущность. У нас внутри компании есть технологические сайты, на которых инфоблоки используются в качестве промежуточного мостика к системам контроля версий. То есть все ограничено в фантазии разработчика. Это, в общем, фактически сырые данные. И давать по умолчанию доступ, ну, это опрометчиво, потому что тогда человек может забыть его закрыть, если это требуется. А вот о том, что его необходимо открыть, ему напомнят. Максим, вопрос еще. Ну, один коротенький вопрос, один коротенькое предложение. У фильтров будет возможность менять метаданные. Фильтры, 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 умные фильтры. Там у них есть, уже свое ЧПУ появилось, можно ли там теперь еще и метаданные менять, задавать для фильтров. То есть ту страницу, которая получается по ЧПУ. Чтобы можно было написать трусы в горошек 27-го размера. Да, можно, потому что для… Причем по формулам их еще делать. По формулам? Да, да, чтобы формулу прописать туда сразу. Чтобы вообще голова не болела. Нет, если вы будете… Дело в том, что если вы в умном фильтре выберете окраска горошек и выберете размер там Excel, то в ЧПУ, в блоке ЧПУного фильтра так и будет написано. Прямо простым английским языком. Ну, это в блоке ЧПУ. Я имел в виду title, description, h1. А, вот что. Да, 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 да. Вот. Про это я как раз буду там в соседней секции рассказывать. Да, да, да. Хорошая идея. Очень понравилась. И, скорее всего, да, можно будет так сделать, но это обстоятельно… Вот. И предложение – это класс модифайт. Еще бы туда запилить обработку 304-го редиректа. Ну, и вообще будет прям… Я, кстати, сразу порекламирую. Он читает доклад в соседнем потоке после обеда по SEO-оптимизации. Все, что он спрашивает, это не случайно. Он же и корыстный интерес в этом соблюдает. Ну, во-первых, эту задачу с 304. На конкретном сайте можно решить обработчикам из двух строчек соответствующего события окончания выдачи страницы. Мы просто можем посмотреть, если есть заголовок if-modified-since, и он у нас равен текущему модифайт, который можно запросить у главного модуля. Он же был выставлен там кем-то из инфоблока. И при их совпадении отдавать 304, там, рубить контент. А как бы без двух строчек кода? Это реально. То есть это будет if и… А без строчек кода? Он не умеет программировать? Галочка. Галочку. И он потом напишет большую статью, что Bittrex вообще просто супер для SEO. Нет. Ну, пока такой галочки нет. Пообещай. Да. Скажи еще раз. Да. Но ведь при этом погубится вся динамика. То есть если реально на сайте появились какие-то элементы, которые не отрапортовали о своем времени модификации, ну, я не знаю, там новости в сайт-баре, баннеры какие-то, то пользователь же увидит старую версию. Ну, вы под дефолт это выключите галочку и все. А мы ее будем включать у кого нужно. Ну, наверное, хорошая галочка будет, да. Еще вопросик. Я думаю, что это возможно. Да, вот у меня вопросик немножко к предыдущему. Вопрос о мультиязычности касается мультиязычных свойств. Существует достаточно много вот на сайте у нас мультиязычных объектов. Страны различные. Я не знаю, там, ну, название там отелей, билетов, еще что-то. Нужно там русский, английский, французский, еще какие-то языки. Это что, мне нужно для каждого языка свойства новые создавать? Это теоретический вопрос? Нет, практически у нас есть достаточно большой проект, где существуют там, я не знаю, выставки на разных языках и еще какие-то вещи. Это не касается каталога товаров, но они идентичны, но нужна локализация. Локализация свойств. Коллеги, ну, вот что значит идентичны? Давайте смотреть. Вот футболка, она идентична на английском и на русском, да? Да. Чтобы ее описать, нужно название поменять? Фотографию, скорее всего, поменять. Для локализации будет битрикс на английском написано, битрикс 24. Для того, чтобы там цену, нужно ее адаптировать. Мы же сколько раз это проходили? Вы в итоге сделаете совершенно параллельно все свойства, а даже фотографии будут отличаться. Это не товар. Это идентичный объект, но, например, название здания, название холост. То есть здание, оно есть здание, оно на всех языках одинаковое, но называется по-русски так, или улица, или как проехать. Ну, вот в нашем проекте очень много… Я думаю, что столько лет просят, и так часто, что надо садиться и делать. Мне кажется, ну, слушай, мы же уже делали это. Ну, вспомни форму на трех языках. Ты ее открываешь, русский, английский, немецкий, и все. И она уже становится не то, что не юзабельной. Да, вот у нас именно такая проблема. Мы тогда знали гораздо меньше о пользовательских интерфейсах, чем сейчас. Я предлагаю вам отдельно потом пообсуждать. Спасибо. Давайте предпоследний вопрос или последний. Спасибо, Марк, Тринет. У меня вопрос вот по строке, которая генерирует умный фильтр. Там транслитированное значение. Можно ли их настраивать? Ну, во-первых, там для списочных свойств это выводит значение из XMLID. Для highload блоков там тоже свои нюансы. И настраивать сейчас это нельзя. Но вы можете кастомизировать компонент. И если вы посмотрите по коду, это реально меняется в одном единственном методе. Ну, все-таки от ООП есть хоть какая-то польза. Ну, то есть получается сейчас на лету формируются транслиты, и на лету они преобразуются обратно. Нигде не хранятся. Нет, они хранятся, эти значения хранятся в кэше компонента. То есть дело в том, что в процессе формирования этого ЧПУ происходит и формирование кэша. И все эти значения хранятся в кэше. Когда компонент у моего фильтра начинает работать, он все равно поднимает информацию. Он же отображает все возможные значения всех свойств. И вот он из кэша поднимает, собственно, вот эти значения, которые он и сопоставляет с тем, что пришло в URL. То есть что вы туда запишите, так он и будет работать. А еще вопрос. Если в этой строке переместить местами параметры, это получится другой уникальный URL? Они позиционно независимы. Да, это будет другой URL, но это будет та же страница. Ну, как бы дубль. Ну, как бы вы же понимаете, что в вебе после знака вопроса я могу написать что угодно. Это будет дубль. От нас специалистов СО спрашивает. Спасибо. Дело в том, что эти ссылки при формировании, они всегда формируются одинаково. То есть нельзя сделать так, чтобы вы выбрали одни и те же пункты умного фильтра, и у вас было при одинаковом выборе, был сформированный разный URL. Ну, позиционно независимый. Он всегда будет одинаковым. Коллеги, вот уже я вижу, что прямо нам пора уходить на обед и там обсуждать. Ну, мы вот тоже думали про это, и в итоге даже приходили к выводу, что, может быть, надо размечать. Но это важный вопрос. Надо вот очень сильно над ним подумать. Для СЕО это прям… Потому что приходится вот эти дубли все закрывать от индексации. Так, дело в том, что эти дубли не могут ниоткуда возникнуть. Давайте поблагодарим Максима. Спасибо большое за доклад. Я не говорю, что вам нужно попробовать пообсуждать с ним, потому что, на самом деле, он всегда после конференции приезжает и доделывает кучу моментов. Вы можете получить решение своей проблемы. Обязательно поговорите с ним. Продолжение следует...